Наша недельная глава называется Ницавим, и мы продолжаем уроки по беседам льбаевского рэда. Эта беседа имеет название «Звук шафара». В хасидизме есть известные две притчи о шафаре. Приведем здесь их обе. Первый рассказывает от имени Балшенту, основателя хасидизма. У одного царя был единственный горячо любимый сын. Он очень был умный и образованный. Однажды царь подумал, что сыну будет хорошо повидать мир в другие страны, выучить другие языки и приобрести новые знания. Царь дал сыну слуг, советников, большую сумму денег и послал его некоторое время за море. Однако принц почувствовал свободу, не стал учиться и приобретать знания, и растратил все деньги на различные развлечения и удовольствия. В итоге докатился до того, что продал все, что у него было, оказался без гроша, в кармане, в какой-то далекой стране, где никто даже не слышал об его отце-царе. Однажды, когда принц ощутил, что больше не может выносить такое положение, он решил вернуться в свою родную страну. Однако из-за того, что прошло уже очень много времени, он забыл даже язык своей страны. И когда в итоге добрался до нее, не мог даже объясниться с местными жителями, он пытался объяснить им жестами, что он царский сын, но никто его не понимал. Так он добрался до царского двора, но и там некому было его выслушать. Тогда в отчаянии принц начал громко кричать, чтобы царь услышал его голос и узнал. На самом деле царь узнал его голос, да это же мой сын кричит. И сразу же вышел к сыну, обнял его, поцеловал и вернул во дворец. Смысл этой притчи очевиден. Еврейские души называются детьми Всевышнего, благословен он. В притче царский сын оказался в далеких странах с целью обучаться и приобретать знания. Так и творец спускает душу в этот мир, чтобы с помощью исполнения заповедей, добрых дел, она поднялась на более высокий духовный уровень, чем прежде. Однако телесные страсти отдаляют души от Всевышнего настолько, что они достигают такого места, где вообще не знают Творца и забывают его язык. И тогда, когда хотят сделать шуву и вернуться к своему отцу, могут только кричать криком из глубины сердца без слов. Это и есть звук шафара. Этот неподдельный крик, идущий прямо из глубины души, пробуждает царя всех царей, и он проявляет свою любовь к единственному сыну, прощает ему прошлое и заново принимает в свой дворец. Вторую притчу рассказывает великий раби Леви Исхак из Бердичева. Жил-был царь. Однажды он решил поехать на охоту в большой лес. Когда уже он зашел далеко в чащу леса, вдруг перепутал дороги и в итоге заблудился. Делать нечего. Царь обратился за помощью к местным крестьянам. Он спросил, как ему найти дорогу к царскому дворцу, но поскольку крестьяне ни разу в глаза не видели царя, они не узнали его и не могли ему ответить. Наконец нашелся один мудрый человек, который понял, что перед ним сам царь. Мудрец, хорошо знавший дорогу до дворца, не просто указал царю путь, лично проводил его до самого царского трона. Но, прошло много времени, так случилось, что человек согрешил чем-то перед царем. Царь очень рассердился на него и приказал своим визерам судить его, как преступника, нарушившего указ царя. Человек очень испугался, потому что он знал, что приговор суда будет самым-самым тяжелым. Смертная казнь. В те времена было принято, что перед исполнением приговора преступнику разрешают исполнить его последнее желание. Когда его спросили, чего он желает, он попросил одного, чтобы он надел ту одежду, в которую он вывел царя из леса. Чтобы царь надел ту же одежду, в которой был тогда. Царь согласился. Когда они оба переоделись, царь вдруг вспомнил. Вспомнил не только сознательно, но и на уровне чувств, какую великую слугу оказал им этот человек, когда вернул его во дворец и усадил на трон. Тогда царь сразу же пожалел его, простил его грех и отменил приговор. О чем же говорится в этой притче? О нас, евреях. Когда Всевышний желал дать Тору, он показал ее каждому народу, и они захотели, не захотели ее принимать. А мы, сыны Израиля, приняли ее с удовольствием и радостью. Так что даже сначала сказали на Асе, будем исполнять, и только потом Венишма, и поймем ее. Мы приняли на себя власть небес, сделали Всевышнего своим царем и стали исполнять его указы и законы, и его святую Тору. А теперь, когда прошло много лет, мы согрешили, восстав против Всевышнего. Потому-то мы трубим шафар. Ведь именно он был нашей одеждой во время дрования Торы, когда сказано, и было звук шафара, который все больше и больше усиливался. Так что мы трубим шафар, чтобы Всевышний вспомнил, что мы приняли Тору и сделали его своим царем посредством шафара. И вспоминая эту заслугу, Всевышний прощает нам все наши грехи и сразу же записывает в книгу жизни на хороший и сладкий Новый год. Всем именно такого пожелания сладкого, хорошего, благополучного Нового года.